ребята всем здорово сегодня как видите другой у нас освещение я теперь с нормальным интернетом и готов для вас делать качественные крутые ролики вот со звуком всегда как я говорил я снимаю с этой стороны но программы исправляю как могу сегодня у нас очень интересная посылка это смартфон у которого название 100 плюс вот я такое не встречал я так понимаю это какой-то неизвестный бренд на сегодняшний день нам с вами но один из моих подписчиков нашел этот аппарат и заказал себе через бесплатного посредника то есть через меня на этот аппарат не будет полного обзора так как телефон от меня уезжает сегодня сегодня мы с вами распакуем посмотрим и детализированно изучим его и как какой-то вывод собственно с вами сделаем давайте открывать эта посылка у меня долго уже находится у кого где его быстро разрезал так как не было времени на ее открытие она у меня пролежала даже не помню сколько поэтому завтра на сразу уезжает человеку который его заказывал сейчас дела пойдут побыстрее будет больше видео как и обещал то есть настали те времена о которых я вам говорил что нужно было чуть-чуть потерпеть ребят так 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 разрезаем разрезаем есть у меня еще несколько интересных смартфонов и в ближайшее время то есть я буду заказывать те новинки о которых все просят так как до этого такой возможности не было курс опять же с сегодня опять подпрыгнул но ребятки я так понял что не нужно ждать когда курс опустится это бессмысленно как для моего канала как для покупателей конечно если вам не горит то лучше подождать вот так у нас все замотано пупырка пупырка у нас дополнительно указано что должен идти как видите вот такой вот бампер силиконовый 100 плюс вот так и называется ребятки этот бренд там модель модели как я понял в 6 и так далее то есть подробно вот она до 100 плюс модель как видите в 6 вот такой вот аппарат фишка в чем этого аппарата фишка в том что давайте сейчас откроем так у нас открывается нигде не заклеена что здесь супер прям крутые характеристики стоимость аппарата там под 160 долларов как бы покупать телефон неизвестного бренда за 160 баксов ну я бы как бы не очень до к этому но как видите насколько все круто то есть коробка я вам скажу такого плана что как у серьезных брендов идет пленка у нас вот сам аппарат выглядит все достаточно круто но такое ощущение как будто iphone до достал в такой заклеенный прям пленки вот давайте расскажу быстро по характеристикам что здесь есть так сейчас я увижу единственное не понял что все-таки micro sd micro sd до micro sd карточку он не поддержит этот аппарат пять с половиной дюймов full hd разрешения 2 гигабайта оперативной памяти 32 гигабайта флеш накопитель процессор mtk 6592 турбированный который разогнан до 2 гигагерц камера 13 мегапикселей 5 мегапикселей 13 мегапикселей батарейка 3200 миллиампер то есть ребятки и по отзывам то есть люди которые уже тестировали я почитал отзывы дабы не упасть грязь лицом и не рассказать что это какой-то там классный аппарат а на самом деле там эти характеристики не заявлены потому что сейчас я его нормально не протестирует так сейчас мы посмотрим вот видите но реально все укомплектовано очень по богатому я вам скажу то есть не каждый производитель заморачивается с этим вот у нас лоток есть по 2 микро sim карточки вот все так закрывается все четко ну пока пока все окей но мы еще ничего не включали так здесь у нас есть но какая-то инструкция это нам тоже не интересно комплектации книжка вам показал здесь у нас дальше так вот так все открывается у нас коробка мне нравится действительно не пожалели вот наверно будет пример как можно сделать нормальный смартфон за нормальные деньги китайские да они просто какой-то бренд придумать и просто за него потом брать деньги зарядка здесь же переходник ребятки да все так и круто вот те кто видите кто-то кто-то нашел кто-то нашел из моих подписчиков да и действительно пока за 160 долларов но с такими характеристиками кабель есть у нас мы как бы выглядит все достойно очень даже достойно так это мы убираем это мы посмотрели теперь что касается смартфона так здесь даже какой-то вот не понятно что тач какой-то или что сенсор какой-то давайте наверное его включим по поводу того что говорили игорь не снимай пленку да ну давайте ребятки если он включится вообще до пленку я снимаю всегда потому что мне нужно посмотреть на дисплее нет ли вообще каких-то царапин так далее как видите все пока окей все пока руки давайте выключим но мне такое ощущение что он разряжен просто так 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 да ребятки он разряжен просто в хлам поэтому я иду иску ищу сеть подключаю его и дальше мы продолжаем с вами итак ребята я подключил шнурочек чтобы долго не ждать на телефон был разряжен просто в ноль вот сейчас он подзарядился на 6 процентов я его включил он слава богу включился потому что были предположения что бывает когда android как бы разряжается в ноль тогда просто след может следить и прошивка но слава богу все хорошо я его выключил чтобы показать вам как он включается потому что очень интересные звуки давайте его включим и так по бам сто плюс слушайте и но звери где вы сейчас сейчас будет все вот так вот все ребятки поэтому блин ну реально поработали одним хотя на скринах я видел что пустой android но сейчас посмотрим что здесь на самом деле загружается 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 но сзади с камера чуть-чуть похож на iphone 6 немножко я вам скажу знаете что 5 и 5 дюймов вот на этом экране так хочу у нас картинка плавала или это подгрузилась так вот 5 и 5 дюймов вообще не ощущается мы мизу далеко сравнить не могу вот такое ощущение что это пятерка ребятки все я понял все таки вот это вот смотрите пальцем хоп хоп короче ну такая дешевенькая фигня на которой кто-то ведется пролистывается вот так вот экраны сейчас яркости добавлю только как-то я сам ничего даже не вижу так так-так-так-так-так-так-так-так есть у нас яркость ну конечно ну да так будет уже поинтересней кнопки у нас вроде да как подсвечивается прорисовано подсвечивается не могу вам поближе показать хотя нет могу вот так вот ну наверно сейчас пока не будет видно но короче и не раздражает и видно куда нажимать вот по поводу тача то что я говорил давайте на меню наглядно будет вот смотрите видите хоп пальцем провожу короче это все листается на практике этим никто не пользуется это абсолютная как по мне фигня так мы зайдем настройки выставим русский язык и в принципе посмотрим что здесь да как тут по распаковке я спешить не буду это нестандартная такая распаковка потому что я хочу какой-то сделать вывод элементарный по этому смартфону попали попользовавшись им хотя бы там пять-семь минут так русский язык мы поменяли так 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 смогу смотрю что много до установлен всяких приложениях так браузер туда-сюда ну короче так в принципе с переводом вроде все окей чтобы понять все окей или нет нужно найти у нас сайте настройки и в принципе вот так вот уже посмотреть как видите вот он задняя панель видите вот включается хотя она была выключена а вот так я сейчас включил и даже можно вот так вот даже листать смотрите я пальцем вожу вот так вот и это все вертится ну не знаю это такая плюшка может кто-то на нее ведется я не особо и поэтому для меня здесь не особо удивление потому что я это уже видел давайте а звук проверим как тут играет мелодии и если проблемы с динамика но неплохо неплохо не идеально но я бы сказал наверно что выше среднего неплохо в принципе давайте проверим камеру так она заявлено что здесь прям 13 мегапикселей там все говорят что я неправильно себя фотографирую что еще ребятки ну каждого свои понятия то есть насколько насколько камера должна быть хороша так это я включил видео сейчас мы сфотографируем хотя можно зайти в настройки и посмотреть все ли здесь выставлено вот как видите как видите написано 13 мегапикселей но настройках только 9 и 5 ну как так я не знаю почему так по видео у нас низкое качество у нас хорошее должно стоять ну как то так имеем то что имеем вот у нас есть фотография по которым мы и выясним что здесь что здесь не так но не знаю ребятки как по мне так по мне если разглядывать то в принципе это 8 мегапикселей скажу что очень приятный touch вот по дисплее прям хочется пальцами поводить вот так в принципе как видите ничем не тормозит пока все вполне адекватно работает вот сколько он там в антуту антуту набирает я думаю это бессмысленно проверять потому что восьмиядерный процессор разогнанный с двумя гигабайтами оперативной памяти но я думаю это в районе там тридцатки точно будет 30 тысяч баллов вот так в принципе все окей ну вот такой вот смартфон очень понравилось мне что он тонкий вот прям удобно держать в руке реально не ощущается 5 5 дюймов но вот где-то 5 1 5 2 за счет того что не очень большие рамки у нас до по бокам ну в принципе вся остальная площадь это у нас дисплей вот кнопки какие-то проблемы есть хотя нет все окей ну как-то так вот такой вот смартфон за 160 долларов но он действительно подкупает своими характеристиками раз раз а так в принципе все работает все окей так не работает у нас android у нас стоит здесь сейчас я вам скажу какой если кому интересно android стоит 422 вот так вот значит не самая новая и самая новая но в разуме на уст как бы на странице продавца было написано что телефон 2014 года поэтому здесь как бы еще не все супер популярная и процессор как видите из последних был восьмиядерника в 6592 turbo но вот этот тач бывает я просто пальцем провожу а окажется что он глючен да там ну держишь просто в руке пальцем случайно кажется ой какое-то ложное касание ну вот такой вот аппарат ссылка на него будет в описании в принципе я даже бы и тестировать мне особо как-то его нет смысла было бы потому что я знаю что этот смартфон на купят немногие те люди только которые разбираются действительно в железе и понимаешь что нет смысла переплачивать там за какой-то бренд ну в принципе у меня публика такая что кто-то купит леново кто-то сяоми кто-то мизу к переплате деньги но он будет понимать что он купил там нормальный аппарат и с ним ничего не случится а те кто действительно не боятся там что слетит прошивка там еще что-то река это будет поломка что они это самостоятельно исправит покупают вот такие вот смартфоны за 160 долларов по характеристикам смартфон ну где-то на долларов 230 вот вот вам залог того что значит там 60 70 долларов можно просто заплатить за бренд все ребята всем спасибо подписывайтесь на канал здесь да а вот здесь значок уже поменяли ставьте лайки и ссылка на аппарат в описании спасибо что посмотрели до новых встреч пока пока